В ноябре этого года Украина должна подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Вокруг этого события накручено множество мифов, предубеждений и прогнозов. Среди них и надежды на то, что после заключения соглашения мы начнем жить как в Европе, и апокалипсические прогнозы о немедленном обрушении большей части украинской экономики. Наша страна оказалась перед сложным выбором – торговля с ЕС или таможенный союз. Поведение Украины на международном рынке рассматривается как противоречивое. С одной стороны, правительство поддерживает торговые соглашения с ЕС, а с другой стороны, не отказывается от сотрудничества с Россией. Журналисты телеканала Бессарабия ТВ имели эксклюзивную возможность услышать мнение российской и украинской стороны касательно этого вопроса. Так, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко отстаивает мнение, что именно народ украинский путем всенародного референдума должен сделать выбор интеграции – или Европейской, или Таможенного союза. При этом он подчеркивает, что проблема Украины состоит в следующем – от имени украинцев, но не в интересах украинского народа. Переговоры и с зарубежными государствами, в том числе и мировыми организациями, проводят олигархи, в первую очередь, исходя из собственных интересов. Если у нее не будет доказательств, что она имеет доильный аппарат, и этим доильным аппаратом она выдает коровку и дает молоко на рынок. Чи без дозвілу районной ради забили порося, чи бичка и продают. Все это уже будет в прошлом. И будут страждаться украинские воробники. Как и будет уничтожена та же самая судно-будневная галузь, остаточно. Потому что судно-будневная галузь, она сосредоточена сегодня в Голландии, и Польша втратила верфи, те, которые давали ей прибутки. И все это давно уже зрозумело. Также лидер Коммунистической партии подчеркнул, что Украина сегодня столкнулась и с проблемами двух категорий. Внутренними, что представляют собой олигархические разборки депутатов Верховной Рады, и внешними, с кем именно подписать договор об интеграции. А для того, чтобы решить наболевшие годами вопросы, необходимо вернуть государству народовластие. Они сегодня посварились с Россией, а страждают кто? Украинский виробник. Они сегодня прутся в Европу, но в Европе Украина должна быть как джерело сировины, как джерело дешевые рабочие силы и как рынок, на котором они сбывают свою продукцию. То есть мы видим с вами, что мы живем в складном мире, а геополитические проблемы, они в многих вопросах решаются в интересах транснациональных корпораций. Представители Российской Федерации от разных политических сил едины во мнении о том, что подписание соглашения Украина-ЕС чревато для нашего государства. Так депутат Госдумы Костантин Затулин отметил, что на данный момент между Украиной и Россией ведется очень непростой диалог. И в случае, если Украина выберет путь евроинтеграции, то российская сторона вынуждена будет прибегнуть к мерам, которые были на украинско-российской границе в июле-августе текущего года. Наши украинские коллеги в своем духе рассказывают нам, что несмотря на то, что они готовы, по их словам, подписать этот документ, этот документ они еще очень долго будут дорабатывать, реализовывать. Подмегивают нам и говорят о том, что мы не все будем выполнять, то, что там написано. В общем, ведут себя так, как обычно ведут себя на Украине. Я не думаю, что им это будет позволено, ибо в случае ратификации документа о ассоциации зоны свободной торговли с Европой, этот документ считается временно вступившим в силу с момента ратификации парламентом Украины. И уже не Украина, а Европейская экономическая комиссия будут определять, на какие товары будут распространяться, какие нормы. Это значит, что все то, что было в июле-августе на российско-украинской границе, должно будет вновь возникнуть, мы вновь будем обязаны на самом деле провести исключение Украины из зоны свободной торговли в СНГ, и таким образом взевать с нее таможенный тариф. Украина этого, конечно, не хочется. Несмотря на все прелести Европейского Союза, прежде всего для олигархов Украины, люди на Украине понимают, что товарооборот Украины с Россией сегодня стоит на первом месте, а товарооборот Украины с Европейским Союзом в целом на втором. И никто не хочет терять этот рынок. Поэтому впереди еще несколько месяцев переговоров, и я, положа руку на сердце, не знаю, чем это завершится. Я знаю лишь, что если Украина все-таки пойдет на этот шаг, то ответные меры со стороны России будут, и, безусловно, это будет иметь внутриполитические последствия на Украине, которые приближаются к президентским выборам 2015 года. Лидер Приднестровской коммунистической партии Олег Харжан отстаивает мнение, что, несмотря на все перипетии, царящие в украинском государстве, перспективы развития взаимоотношений двух стран после подписания соглашения об интеграции будут продолжать развиваться в сторону сотрудничества Украины и Приднестровья. Я надеюсь, что будут самые хорошие перспективы, потому что, ну, во-первых, в Приднестровье проживает больше 100 тысяч граждан Украины, одна треть всех приднестровцев – это украинцы. Во-вторых, у нас общая граница. Третьих – общая история, традиция, культура. Я думаю, что те противоречия, трения, которые существуют сегодня, это все временное явление, и в том числе благодаря той депутатской группе, которая создана в Верховной Раде, мы эти вопросы будем снимать. Люди всегда жили вместе, их не разъединить ничем. Несмотря на все недоразумения, Украина и Россия – два мощнейших государства, у которых общие корни, тысячелетняя история. Но, к сожалению, сегодняшние руководители забывают об этом. Именно такое мнение выразил депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Казбек Тайсаев. Те заявления, которые сегодня сделаны со стороны России, несовершенно справедливы и правильны. Я полностью это поддерживаю. Другого пути у нас не будет. Мы в свое время поддержали Януковича, который пришел к власти, говоря о том, что с пророссийскими лозунгами. Вы это все прекрасно помните. И мы большие надежды возлагали на то, что все-таки интеграция в рамках таможенного союза, каких-то других наших организаций, оно произойдет. А когда сегодня идет, как мы, россияне, можем смириться с тем, что завтра ракеты могут быть размещены на территории Украины, и НАТО продвинется на территории Украины, и уже ракеты будут стоять и под Белгородом, и под нашими ведущими городами нашей России. Это невозможно. Я убежден, что и Евросоюзу Украина не нужна. Не будет тех преференций, не будет ничего хорошего. Проанализируйте, что случилось с теми странами, которые вошли в Евросоюз. Хотя бы на примере Польши проанализируйте все факты с момента вступления в Евросоюз, что они потеряли. Самое главное, они потеряли свою независимость. То, о чем у вас мечтала вся Украина, вы ее потеряете сразу. Казбек Тайсаев подчеркнул, что сила наших государств в сотрудничестве и единстве. Врось мы никому не интересны. Мы интересны только как сырьевой предаток для Запада, для Америки. А вот если мы объединимся, то мощь наша будет, я уверен, убежден. Поэтому к пути пошел Китай. Посмотрите, какую нишу сегодня занимает Китай. Если объединятся наши страны, я имею в виду экономически, политически, культурно, как хотите. Но нам друг без друга невозможно. Народный депутат Украины от партии региона Виталий Барвиненко на праздновании 23-й годовщины независимости Приднестровской Молдавской Республики высказал мнение о том, что в случае подписания Украиной соглашения с ЕС в сотрудничестве нашего государства и с соседними будет создана ряд новых взаимоотношений, которые необходимо будет решать вместе. Это Вильнюсский саммит, где, как мы знаем, и Молдова, и Украина рассчитывают подписать соглашение с Евросоюзом. Это создаст, я думаю, ряд моментов новых в отношениях Приднестровья и Украины, которые нам необходимо решать вместе, потому что есть требования СССР. И я уверен, что мы, решая проблемы и развивая сотрудничество с Евросоюзом, Украина, мы ни в коем мере не должны это делать в ущерб нашим соседям. Все меньше времени остается к подписанию соглашения об ассоциации. Какой же путь все-таки выберет Украина, а в сложившейся ситуации покажет время. Важно, чтобы от этого решения не пострадали рядовые украинцы.